На кладбищах собирают там травы какие-то. Попала в плохую компанию. Пьют, ну, некоторые и курят. Шальная женщина. Они делали 300 миллионов рублей. По новой, в общем-то, накрыла. Всем онлайн-школы, всем онлайн-школы, всем онлайн-школы. Друзья, у нас в гостях Юлия Асаргина. Я с ней познакомился заочно, когда у нас был воркшоп с резидентами премиальных пакетов. И там были ребята, которые пришли к нам. Они крутые бизнесмены, они до акселератора, у них был бизнес, который они продали. Они делали 300 миллионов рублей в месяц на клиниках похудения. И вот они говорят, слушайте, мы сейчас с травницей познакомились. Травница, шальная женщина, она непонятно чем занимается, как, что. Вот, в акселератор пришла, они приехали из Калибов, уже у нас шла битва первая. Они приехали чуть с опозданием, и все что-то какие-то понуры, в том числе Юля у них в клане понура. Говорит, вот есть идея, но даже нет денег, бюджета на рекламу. И они, говорят, решили подержать и дали 60 тысяч рублей, да, они сказали. И она, говорит, что-то там сделала, говорит, вебинар один провела, какой-то странный вебинар. Говорит, вообще непонятно, с травниками. И показывали, как они по могилкам ходят на кладбищах, собирают там травы какие-то на полях. Говорит, 4 часа вебинара сейчас. Вот, мы послушали, ничего не поняли, но она с этого вебинара получила 500 тысяч рублей. И мы с этих пор просто так, ну, говорит, у нас даже и травники в акселераторе зарабатывают. Юля, скажи, давай начнем с самого начала. Как ты вообще в травницу, в травничество подалась? Это курят, пьют, едят, что с ними делают? Ну, и едят, и пьют, ну, некоторые и курят. И, кстати, это не то, о чем вы подумали. Все гораздо сложнее и интереснее. А в травнице я подалась достаточно давно, ну, это где-то года 3-4, наверное, назад. Нет, даже 5. То есть у меня была такая жизнь так называемого нормального человека. То есть офисы, несколько образований там. Я работала в банках, в разных совершенно организациях. Я работала на себя, занималась подбором персонала. Я работала в небольшой компании генеральным директором. В общем... Стандартный путь. В общем, да, такой вот опыт. Мне было очень тяжело вот это все нести по жизни, жить в Москве. И, соответственно, я начала заниматься разными практиками. Медитациями, цигун, вот что-то такое. Попала в плохую компанию сразу. И в какой-то момент я оказалась в путешествии в Тибете. И это очень сильно на меня повлияло, это путешествие. У меня какое-то мировоззрение так сместилось. Я поняла, что я не могу уже вернуться в ту себя прежнюю. В ту свою прежнюю жизнь. Просветлела. Другой... Ну, возможно, да, видимо. Другой человек просто вернулся. И у меня там разные такие инсайты, идеи, ощущения. И после этой поездки я познакомилась с травниками почти сразу. Меньше месяца прошло. И там меня новая вода, по-новой, в общем-то, накрыла. Что вот ты идешь по лесу, а это все не просто абстрактная зелень какая-то, а это вообще-то разные растения, у которых у каждого свое название, предназначение. У меня что-то такое активировалось внутри. Я начала вспоминать, что вообще-то мои бабушки тоже собирали травы обе. Ну, в общем, меня это так вдохновило. И я начала все пробовать. Значит, я начала делать какие-то сборы, начала делать косметику, даже пыталась ее продавать, какие-то мастер-классы. И люди с интересом меня слушали, задавали вопросы. А я понимаю, что я не могу на эти вопросы ответить, потому что там бездна. Я поняла, что для того, чтобы изучить, мне нужна еще одна жизнь. Я не готова. Но все-таки лечение – это такая ответственность. А обучение – это нужно практически опыт иметь. А у меня нет ни того, ни другого. Мне стало так вообще печально в какой-то момент. Но, значит, я, так как я человек творческий, я там поискала и нашла, что у меня же, я же не вчера родилась, у меня есть какая-то жизнь, которую я уже прожила. И стала вспоминать, что у меня там есть вот такое образование, строительное есть образование, документы ведения у меня есть. И даже MBA у меня есть, Академия внешней торговли. У меня есть менеджерский опыт, опыт управленца. Он думал, ну вот, я займусь подбором персонала, буду соединять необходимых друг к другу и подходящих людей. И я подумала, что я могу вот таким образом свой вклад внести в сферу травничества, раз я не учитель, не целитель, но я распространитель знаний. Это совершенно точно. И я организатор. И потом, как оказалось, старинное название Тибета – это страна лекарственных трав. Так что я не зря туда попала. Я несколько лет в себе носила что-то такое большое, я никак не могла найти форму, в каком виде это можно как-то проявить. Ну, мастер-класс – нет. Чайные церемонии – нет. Продажа трав. Мне все спрашивают, Юля, а где можно купить твои травы? Я для себя собираю, это не я, да. Я все искала, искала, искала. И все-таки вот обучение, и все-таки мероприятие. То есть… Ты начала сначала мероприятие проводить? Да, я начала делать путешествия тематические. По сбору трав? Не совсем по сбору, это обучение через развлечение. Я одним людям показывала других людей. Угу. То есть мы показываем людям, знакомим с травами, да, что вообще растет, как это называется, какие-то травы, которые можно в чай. И получается, что это просто может войти в часть жизни каждого человека. Ему для этого не нужно как-то переодеваться. Но у нас есть такие стереотипы, что травник – это какой-то в белых одеждах, там, в деревне, который за крынку молока обязательно, там, например, да, работает не за деньги. Да, вот тоже важная деталь. А я сделала группу по травам. Вконтакте? Ну, вконтакте, в фейсбуке, да, начала что-то. А много в России вообще травников? Я думаю, что да, вообще-то много. И просто они… Бабушки им передавали эти знания? По-разному. Сейчас есть такие бабушки, которые в онлайн-школах травничества учатся и надеются своим внукам эти знания передать. Окей. И вот на протяжении, получается, трех лет ты проводила, и у тебя были выезды, какие еще форматы ты придумала? Путешествия в Грузию, например, в Крым. А, и там тоже с травами что-то связано? Да, то есть я знакомила с людьми, кто этим занимается на месте, кто знает местные травы. Я еще начала проводить вебинары в 15-м году. Такие онлайн-курсы по травничеству, они продавались, но собирались группы там 10-20 человек. Я это все вот сама делала вручную, эти там группы, кого-то приглашала, мероприятия, я проводила вместе с экспертом. Появилась онлайн-школа, по сути. Это такие зачатки были уже, да. У меня нет ни команды, ни помощников. У меня есть эксперты, которые ничего не понимают в компьютерах, и такие же студенты. Это 15-й год. Да, 15-й, 16-й. И такие же студенты, которые мне звонят и говорят, Юля, я не могу войти в вебинарную комнату. Я просто для себя приняла решение, что я пожаловалась какому-то количеству своих друзей, которые мне сказали, что Юля, от что ты хотела? Ты чем вообще занимаешься, у тебя бизнес или что? Да, да, да. Если у тебя хобби, ну, наслаждайся тогда. Или брось это, найди себе другое хобби. Какие проблемы? Если у тебя бизнес, а где твой бизнес-план, где твоя стратегия? Думаю, так, ну все, значит, либо я делаю из этого бизнес, либо я это прекращаю. Больше вот на таком вот, потому что я трачу на это все свое время. Ничего практически не зарабатываю. При этом вызываю раздражение еще, кстати, в этой сфере. Потому что люди так, ну, как не совсем, что это кто? Это конкурент. Мы тут фитотерапевты. У нас тут... Мы эксперты. Да. А кто это? Что это? Или наоборот, что а где? Нет, травы должны быть, это все бесплатно. Травы же растут бесплатно, лес бесплатно. Целитель. Где целитель, который за десяточек яиц работает? Дайте нам его. И тут выхожу я и говорю, знаете, а вебинар надо заплатить за вебинарный курс. И тут, значит, год назад, где-то, летом, вот это ваш вебинар. Там все... Мне это все раздражало, вот эта контекстная реклама. Открой онлайн-школу там и сиди там загорать. Какое? Типа два года не могу загорать. Ну, что же они там сейчас расскажут, думаю. Ну, надо сходить хотя бы, ну, может, что-нибудь и расскажут. Ну, что, я все равно сижу. Ну, пойду посмотрю. Четыре часа вебинар, думаю, ну, вообще. Ну, сейчас они объявят, конечно, понятно, 500 тысяч это минимум. Потому что четыре часа мурыжит людей. Каждый час должен оплачиваться. Да, 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 да. Вот, они говорят, ну, вот такие-таки цены. Ну, в принципе, конечно, следовало ожидать. Но это было следующее на несколько бессонных ночей. Честно тебе признаюсь, то есть я просто, ну, так, 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 идти, не идти. Я консультировалась там с астрологом, с тарологом, с тета-хиллером. То есть люди, загляните в грядущее. Что вы там видите? Это правильный подход. Да, и ты знаешь, один из этих оккультных специалистов мне сказал, вижу, стоит такой мужчина с книгой, как будто бы у него там какие-то летописи, там, рукописи скрижали. И он передает знания. Возможно, говорю. Напомнил тебя этот образ этого мужчины. Всем онлайн-школы, всем онлайн-школы, всем онлайн-школы. Но я хочу сказать, что я не записалась сразу. Но я уже думаю, так, хорошо, сумма достаточно большая, думаю, надо как-то трезветь. Если уж я решусь, то надо тогда уже делать же. А тут начинаются какие-то... Работать придется. И готова ли я, вот, потому что у меня уже не было ресурса на этих вебинарах по травам. Я уже израсходовала этот ресурс. Я думаю, это будет последний заход. Но я вот вложусь, но как бы не получится все. Развод. Я 4 месяца думала. Я говорю, что были бессонные ночи. Ребята, вам пример того, что значит хороший продающий вебинар. После хорошего продающего вебинара ты по-любому продал. Просто вопрос цены. Но если человек купил, то он просто найдет деньги, он их изыщет из старых запасов, пойдет где-нибудь заработать. Это прямо инструмент такой бронебойный. Люди действительно не спят, люди ходят у своих мужей и клянчат деньги. Типа, дорогой, я хочу онлайн-школу, ты будешь моим продюсером. И что важно, что все эти техники, они известны, есть формулы, и мы их в акселераторе даем. Мы рассказываем, какие есть инструменты, какие есть триггеры, крючки, чтобы человек в результате потом вот так мог не спать. И потом пусть там с отложкой, кто-то у нас там, это еще 4 месяца, это еще нормально. Кто-то через полгода покупает, кто-то через год покупает, следит за нами. То есть ты еще не совсем консервативная. Да, потом меня действительно смутило то, что школа работает недавно, нет результатов еще. Я зашла на страницу в фейсбуке, бизнес-страница. Там отзывы. Думаю, так, ну понятно, отзывы, конечно, мы тут сами себе все можем написать. Дай-ка я посмотрю, кто их писал, эти отзывы, значит, там. А, вот такие-то, такие-то там, помню. Я почти каждому из этих людей, кто написал отзыв, написал в личку, я попросила, что с ними созвониться. И обычно, что я слышала, ну, пока я в самом начале, все очень интересно, да, все, много всего. Я говорю, а вы сделали что-нибудь, вы деньги заработали? А, ну, так много всего, все очень интересно. Я думаю, понятно. И что произошло, почему я приняла решение, что в ноябре начались вебинары с резидентами, и там уже выступали ребята, с которыми я созванивалась. То есть я понимаю, что это не просто какие-то подставные там люди. Понятно, потому что у них не было результата, а потом у них появился. А, ну, я, честно говоря, еще была таким хейтером на вебинаре, значит, я там, так как это был живой вебинар, я писала там комментарий, что «хватит лить воду, дайте цифры, значит, сколько вы вложили в рекламу, там, ну, и постоянно были мои комментарии». И тут мне пишет в фейсбуке мой знакомый из другой совершенно тусовки, говорит, Юля, ты что ли на вебинаре пишешь? А я под своим именем, фамилией. Ты на вебинаре, что ли, акселератор? Я говорю, да. Он такой, а я вчера уже купила этот пакет. А он, значит, взрослый мужчина с опытом бесконечных открытий продажи бизнесов оффлайновых. Ну, я его лично знаю. И я понимаю, что, ну, если уже он купил. Интересный мир, какой этот маленький. Наверное, это не совсем такая уж какая-то шашка, которая ерунда, да, да. То есть, думаю, если он решил попробовать, ну, все, тогда я покупаю уже. Ну, вот, после этого я уже приняла решение. Ну, и расскажи, вот ты пришла в акселератор первые две недели, вот. Первые две недели я плевалась. Я это все знала просто уже. Все равно взяла оттуда полезное. Я же здесь зачем-то оказалась. Действительно, если я такая умная, ну, а что же у тебя до сих пор нет онлайн-школы прибыльной, да. И я все равно, я это все очень внимательно слушала. Вот, все это прям... Забилось, но слушала. И действительно, там были какие-то дополнения. 20 минут я все знаю, а вот 5 минут мне говорят, а вот на это обратите внимание. А сейчас это делается так, а вот это уже не актуально. Я так думаю, ааа, точно. Так как у тебя опыт, ты что-то подшлифовала, и в результате потом следующие, после двух недель, идет битва. Получилось, что я слушала декабрь, вот этот фундамент. Потом Новый год. И потом лень же так, в январе. Да, да, все с нового года, после похмелья. Что это, думаю, ну, ладно. Переворачиваясь на другой бок, на диване, неохота же. Думаю, ну, посмотрю, что там за список, куда меня определили. Людей, кто в твоем рекламе. Выходить вообще из этой комы диванной. Посмотрела список, посмотрела профили на фейсбуке, думаю, о, интересно, значит, там мой вот этот знакомый, мой вот этот товарищ. Интересно так супало. Да, два предпринимателя, бизнес-тренер и архитектор, и я. Этому, ну, ладно, выйду из тени, хотя бы поздороваюсь. Первый созвон, они какие-то все еще более вялые, чем я. Они говорят, Юль, давай тебя сделаем лидером клана. Я говорю, да вы что, давайте, вот у нас такие есть мужчины там, они, не, 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 не. И они мне говорят, эти мужчины, Юля, мы тебя запускаем. Все, у нас один проект, травы на всех. Ты согласна? Я думаю, так, а что, так можно было? Какой-то новогодний подарок, я думаю, ну, как я могу отказаться? Если люди... Вся надежда на меня. Если люди хотят уделить внимание моему проекту, над которым я так долго уже тружусь, и у меня нет сил на самом деле, мне действительно нужна была в тот момент поддержка. Прикольно сложилось так. Да. Пришлось все делать. Все, больше нельзя откладывать. И мне, и каждый день, мне два раза в день, давай, давай, значит, что-то. Вы вложили в холодный трафик 60 тысяч рублей? Да. И вот получили... И ко мне зарегистрировались там новых 700 человек, по-моему. И все, и как бы на вебинаре присутствовало где-то 100-120 человек. Все 4 часа, пока я его проводила. Вот этот вот трюк, который они провернули, на самом деле на меня очень круто повлияло, потому что, если бы они сказали, ну, Юль, бесплатного трафика не получится, ну, что, у тебя 60 тысяч, что ли? Нет, ну, заплати. Мне было бы тяжело психологически на это решиться, что просто... А они взяли свои, потратили? Просто потратить и куда-то в никуда, без гарантий. А они говорят, вот мы тебе их даем, все, потому что, они говорят, нам тоже неинтересно играть без результата. Мы хотим увидеть результат. Как это работает? Да, мы тебе не дарим, мы инвестируем, вот тебе 60 тысяч живые, все, платишь этому агентству, отдаешь нам с продаж. Я говорю, а если я не продам? Они говорят, ну, во-первых, ты продашь, мы не верим, что какой-то там средний чек, продашь. А во-вторых, если не продашь, мы обратно эти деньги требовать не будем. Меня это так вообще взбодрило, как так вообще, такая интересная схема, да. Именно то, что они, получается, поверили в то, что я продам, вот что ценно было, то, что люди придут и купят. Вот это был очень интересный трюк. И ты начала готовиться к этому вебинару? И я сидела там просто, вот уже у меня такой режим начался, что я уже начала еду там в ресторане заказывать, и перестала выходить из дома. То есть я 10 дней просто просидела за столом, вот так иногда ложилась спать. Никаких помощников. Ты прям по формуле вот делала, как у нас там? Я старалась, да. У меня все было готово, мне нужно было просто выступить, как на фабрике звезд. Вышел, спел. Вот мой выход был. И я так зажгла что-то прям вот эти все 4 часа, и где-то через 3 часа я уже сделала эту продажную часть, а люди не расходятся. Тогда я начала раздавать им подарки, заранее оплаты, смотреть заявки, вот это вот дальше все это крутить. Как у нас. А они, главное, что заявки капали. Что самое-то интересное, у меня не получилось подключить оплату, и они там мне пишут, мы хотим отправить деньги куда? Скажите, не, кнопка оплаты не работает. Что делать? Паника, которая там началась. Самое интересное было на следующий день, это называется проснуться знаменитым. Мне, они говорят, обзванивай. Там твои деньги, они мне говорят. Не, ну конечно. Все 700 человек, которые зарегистрировались. Ну нет, они мне вообще советовали все 700 обзвонить, но, значит, это уж слишком было. Они говорят, ну обзвони хотя бы 120, кто был на вебинаре. И там такой теплый прием мне был оказыван. Одна там, значит, позвонила женщина, которая покупала эти вебинары, но позвонила мне сказать, что у нее нет денег. Она говорит, вы знаете, я слушала вебинар, это такое вдохновение, вы так все правильно сказали. Ну, знаете, я с удовольствием запишусь в вашу школу, он чуть попозже. Сейчас вот как-то там с деньгами, значит, что-то нет. Я говорю, ну спасибо вам, это я так волновалась, там что-то, что-то. А мы вот еще придумали вот это, а еще будет вот это, а еще будет вот так. И у меня деньги нашлись. А она такая, да, я, пожалуй, запишусь. Ребят, пример продаж с душой и от сердца, когда ты не звонишь, типа, побарыжить и продать, что-то ради денег, а ты понимаешь, что за тобой истина предпринимательского плеча, они тебя заставляют, тебе нужно отработать. Идешь, звонишь и вот получаешь результат даже из того клиента, который не собирался покупать. Окей, и в результате ты получила продаж на... В результате там записалось около 40 человек, ну, часть я дала отсрочку, курс 3 месяца, а получилось там 600, больше, чем 600. 600 тысяч рублей я уже оплачу. Ну, вместе с рассрочкой. Прикольно. Но когда мне на следующий день после вебинара прислали 400 тысяч сначала, мне вообще было как-то вот это ощущение, ну, нет, как так может быть. То есть, естественно, я вернула сразу ребятам, думаю, за травы мне еще столько не платили. Мне понравился этот опыт, что я выступила, и мне за выступление прислали деньги. Я думаю, отлично, а можно просто на это закончить? Школы-то не было еще. Ну да, у тебя не было курса, у тебя не было. То есть, я объявила, что начало обучения через месяц, что вот у меня есть месяц, сейчас... Но там началось вот это, горло болит, компьютер сломался. У тебя? 12 экспертов. Они дали мне свое согласие, мы предварительно даже об условиях там с некоторыми договорились. Но когда дошло до дела, давайте записывать урок... Кто-то занял, кто-то уехал. В общем, да. И по факту получилось так, что я записывала буквально неделю раньше уроки. Ну, это еще хорошо. Я в таком напряжении три месяца прожила. Я сама это все там обрезала, в общем... Ремонтаж, да. И еще был такой момент, вообще, нам нужно же было общаться со студентами. У меня же не было кураторов, никого. Возникли разные реакции. Вопросы, кому-то нравится, кому-то нравится. Да, потому что это вообще не урок, это вообще известная информация. Ну, в общем, вот так вот меня закидывали помидорами. А кто-то говорил, спасибо. А кто-то говорил, да-да-да, это как раз то, что нужно, великолепно там все. Ну, да, потом уже я на ходу, значит, сделала вот эти анкеты, там, обратные связи какие-то. Ну, я поняла, что это нужно. Один человек ушел, то есть я тоже есть гарантия, возвращая деньги. Ну, нужно быть готовым, что всегда 2% людей может сливаться. Значит, второй поток я набрала весной с 1 июня, он начал учиться. Вот они сейчас заканчивают как раз. И сейчас я набираю третий поток, там зарегистрировалось там 300 человек. Давай мы с тобой встретимся через год, и ты мне расскажешь, как ты приросла. Во сколько раз ты вырастешь? Ну, я бы хотела все-таки до 2 миллионов эту школу как-то. Ну, 2 миллиона в месяц или 2 миллиона вот на запуск в месяц? Месяц, да. Ну, хотелось бы. Это значит, что у тебя должно быть 4 раза больше клиентов. Да. То есть у тебя было 40, значит, тебе нужно, чтобы их было 160. Да, ну, у меня был за запуск. У меня был не за месяц, понимаешь? Да, и сейчас у тебя получается ежемесячно нужно это делать. И как ежемесячно это делать, ты видишь, как мы делаем в акселераторе, это можно. Тем более у тебя уже все, ну, контент есть. Либо еще продукты. И, безусловно, продукты, то, о чем мы с тобой говорили, чтобы можно было тем людям, которые у тебя отучились, вот как, к примеру, у тебя женщина училась, и потом она думала, ну, зачем покупать? А ты говоришь, ну, у нас тут фишки появятся, она берет и тебя покупает. Поэтому тебе нужны новые уровни, новые продукты. Итак, Бритц-опрос. Кто из известных людей тебя вдохновляет? Ну, вот Ксения Собчак, например, меня вдохновляет. Ксения Собчак, мы сейчас сделаем с ней совместный курс для фри-паблистики школы про популярность. Вот тебе нужна популярность, поэтому приходи. И вы тоже приходите. Значит, самый необычный клиент, который тебя поразил? В моей уже онлайн-школе была очень сложная студентка, которая вот буква Ешечка такая все читала, все смотрела, комментировала, критиковала, задавала вопросы. Потом она, в общем, меня благодарила, писала прекрасные отзывы, я ей сделала куратору. Классно, да, да. А самый большой чек, который ты заработала? Ну, в онлайн-школе вот этот первый запуск, вот, получается, там, 500 тысяч. А какие там у тебя чеки были? Там пакеты разные были? Там 10, 17 и 40. 40 платили? Да. Прикольно. Четыре человека сплатили. О, это 10 процентов. Обычно премиальный пакет покупает 2 процента людей. А есть ли какая-то сумма, заработав которую, ты бы сказала, ну, в черту это все онлайн-школу, в черту эти травы, я поехала на Бали? Нет, у меня есть еще все-таки моральный долг. Ну, то есть тут дело не только в деньгах, а, ну, некая миссия все-таки еще присутствует. Кстати, хороший вопрос. Мы так и не объяснили травники. Кто такие? Это кто голову лечит, печень? Ну, это как бы одна из сфер народной медицины, да, такое травничество. Но это фитотерапия. Изблагение таблеток, по сути. Да. Но у меня это скорее как хобби, как образ жизни. У меня не про лечение. Самый большой твой эпик фейл, стресс, вот при создании онлайн-школы? Ну, у меня какие-то технические вещи вот так. Типа люди хотят оплатить, а ты не можешь принять имплата. Ну, что-то там надо срочно сделать, еще одну рассылку там, куда-то что-то. Сейчас у меня есть помощница, вообще прекрасно себя чувствую. Классно. Как ты считаешь, какую характеристику человек должен иметь, либо какой секрет, чтобы у него была успешная онлайн-школа? Вот это вот, когда лентяи, да, это тоже обязательно должно присутствовать. То есть слишком работящие люди сюда не попадают. Лень, двигатель прогресса. Да. То есть когда я много проделала руками, мне это надоело. Я начала себя как-то винить, что я не хочу онлайн-школой заниматься. А потом думаю, нет, мне просто надо руками выходить на следующий уровень, делегировать, нанимать команду. Ну, привет. В общем, рецепт успешной школы и вообще больших денег от Юли – это быть ленивым. Это правда. Юль, спасибо тебе огромное за вот твою историю. Прям интересно посмотреть так глазами резидента поглубже, что происходит с резидентом, вот, как ты тоже из хейтера превращаешься в лояльного человека. Кто Юли узнал себя, кто, у кого есть тоже странные хобби, которые вы не понимаете, как монетизировать, либо вот вы там проводите вебинары, и что-то они не срабатывают, либо вам нужно вот такое окружение, которое тебя поднимет за шкирки, все заставит двигаться быстрее, то вам в акселератор здесь есть ссылочка на наш мастер-класс, о котором вы много чего слышали. Теперь послушайте, слушайте внимательно, с ручкой, с тетрадкой записывайте. Вот на таких мастер-классах наши резиденты делают деньги, и они сделаны по формулам, и там много заложено разных техник, которым мы вас будем учить. Ну вот, как я уже рассказала, я несколько месяцев принимала решение, чтобы все-таки прийти в акселератор, но я ни разу об этом не пожалела. И могу точно сказать, что я благодаря акселератору, благодаря команде, которая была со мной в игре, и благодаря той информации, которая там получила, сделала свой запуск и продолжаю работать в своей собственной онлайн-школе травничества. Всем акселератор, всем онлайн-школы, всем онлайн-школы, всем онлайн-школы.